Интересуетесь вопросом гидроизоляции пола в бане? Тогда вы попали по адресу. Здесь мы рассмотрим, какая гидроизоляция нужна для бетонного пола в бане и какая для деревянного. В чем разница и какие особенности в гидроизоляции пола в помылочном отделении бани или в парилке. Также отдельными пунктами мы рассмотрим гидроизоляцию пола в каркасной бане и гидроизоляцию пола в бане на сваях. Так что слушайте, смотрите. Это аудиоверсия статьи с сайта парилочка.ком Виды гидроизоляции пола в бане, бетонного и деревянного. Ссылку на саму статью вы найдете в описании. Если вам покажется, что чего-то в статье не хватает, напишите нам, пожалуйста, в комментариях. Итак, давайте по порядку. Гидроизоляция – это препятствование проникновению влаги в материал или через него. Она устраивается много где и имеет различные формы и состав. Однако в этой статье мы будем говорить исключительно о гидроизоляции пола в бане. Другие материалы по теме гидроизоляции читайте в нашей рубрике на сайте парилочка «Гидроизоляция в бане». Ссылочка тоже будет дана в описании. Пол в бане делается либо на лагах, либо на бетонном основании. Бетонная стяжка основания может быть ничем не покрыта. Поверх нее могут быть сделаны проливные полы. Поверх стяжки может быть положена плитка с теплым полом или без. Рассмотрим сначала варианты гидроизоляции бетонного пола в бане. Бетонные полы. Бетонный пол в бане делается прямо по грунту. Для этого грунт вынимают на нужную глубину, выравнивают, уплотняют, насыпают поверх песчаную или песчаногравийную подушку. Внимание! Первый слой гидроизоляции бетонного пола в бане – это пленка или рубероид, который кладется поверх песчаной подушки. На высланной гидроизоляции основания укладывается слой теплоизолятора. Мы считаем в качестве последнего очень хорош экструдированный пенополистирол. Можно с повышенным сопротивлением нагрузки, он не боится воды вообще. Однако варианты устройства бетонного пола могут отличаться друг от друга. В некоторых на песчаногравийную подушку заливается черновое бетонное основание. Гидроизоляция в этом случае может застилать песочную подушку, а может делаться поверх чернового бетонного основания. Как лучше? Мы считаем, что гидроизоляция защищает бетон, поэтому должна лежать на песчаной подушке, чтобы бетон не подтягивал в себя воду из грунта. По этой же причине лучше делать нахлёст гидроизоляции на стену, чтобы бетон был окружен ею и с торцов. Итак, если есть черновое бетонное основание, то уже на него кладётся теплоизолятор, который можно сверху закрыть или не закрывать полиэтиленовой плёнкой. Следующий слой – армированная бетонная стяжка. Для армирования хорошо использовать сетку из сварных прутков. Выбор размера ячеек зависит от нагруженности пола. 50 мм для наиболее нагруженных, 200 мм для наимения, можно взять 100 мм как среднее. Так вот, если армированную стяжку оставить как есть, будет незащищённый бетонный пол. Чем это плохо? Бетон втягивает в себя воду. А если после этого температура опустится ниже нуля, то вода в порах замёрзнет, лёд расширит трещинки, бетон потеряет часть прочности. Каждый цикл замерзания-оттаивания будет увеличивать разрушение. Что можно сделать в этой ситуации? Дешевле всего железнить бетон чистым цементом или цементом с добавлением жидкого стекла. Железнение – нанесение тонкого слоя цемента либо через несколько часов после заливки стяжки, либо на следующий день. Про железнение мы, кстати, писали в нашей статье про материалы. Также ссылочку дадим в описании более подробно про железнение. Железнение можно считать старым и надёжным способом гидроизоляции бетона. Помимо неё есть и другие способы. Но давайте рассмотрим их, когда будем говорить о помывочной, применительно к помывочной. Вот. И теперь гидроизоляция пола в помывочной. Как сделать её, гидроизоляцию, в бане там, где вода свободно льётся на пол? Например, в мойке. Предположим, что вы по-прежнему не желаете класть на этот пол плитку, предпочитая, к примеру, проливной пол или трапики. Защита бетонной стяжки под проливным полом очень желательна. И если не железнить, как предложено ранее, то для гидроизоляции пола в бане в помывочной можно воспользоваться более дорогими вариантами. Покрыть цементной гидроизоляцией, цементно-полимерной, битумно-полимерной, либо же проникающей. Проникающей – это когда при высыхании пропитки внутри бетона образуются кристаллы, заполняющие поры и трещины. Все эти виды гидроизоляционных материалов мы рассматривали в отдельной статье про виды гидроизоляционных материалов и ролик тоже по этому поводу делали созвучки. Поэтому, если вам это важно и интересно, разобраться в этих видах и выбрать то, что вам лучше подходит, смотрите по ссылочке в описании. Все это существенно дороже просто цемента и жидкого стекла, но еще более надежно. Теперь поговорим про гидроизоляцию в моечном отделении, в мойке под плитку. Плитка, конечно, сама воду не пропускает. Зачем тогда тратить деньги на то, чтобы делать гидроизоляцию пола в бане под плитку? На самом деле основное предназначение такой гидроизоляции под плитку – важны ванные комнаты в многоэтажных домах, где есть риск затопления соседей внизу, а гидроизоляция его снижает весьма существенно, особенно дорогая и качественная. В бане, где полы устраиваются с наклоном к стоку, вода не застаивается, и получается, что весомой причины для того, чтобы тратить деньги на гидроизоляцию под плитку, нет. Если у вас непромокаемый пенополистирол в качестве теплоизолятора. Если это не аргумент и хочется сделать все по правилам, то рекомендуем жидкие битумно-полимерные мастики, на которых написано и то, что они годятся для ваших целей, и время, через которое можно начинать класть плитку. Также для гидроизоляции пола мойки в бане можно воспользоваться цементными составами, которые могут быть жесткими или эластичными. Годятся и те, и те. Подробнее про них в уже упомянутой статье про виды материала. Важно! Помните, пожалуйста, что плитку на чистый битум или рубероид посадить у вас не получится. Она не приклеивается к нему. Нет адгезии. И еще, выбирая гидроизоляцию, ориентируйтесь и на запах тоже. Все-таки в бане лучше не применять то, что имеет сильный запах. Это прежде всего относится к тому, что содержит битум. Теперь про деревянные полы. Деревянные гидроизоляции деревянных полов в бане. Сплошной деревянный пол устроен совершенно иначе, чем пол с бетонной стяжкой. Последнее делается прямо на грунте. А сплошные, уточняем, чтобы вы не путали с проливными, деревянные полы делаются на лагах, протянутых от одной стены до другой, благодаря чему у этих полов нет контакта с грунтом. Нуждаются ли такие полы в гидроизоляции? Конечно, защита от воды для них очень желательно, а также защита от грибков, вызывающих гниение. Но правомерно ли называть это гидроизоляцией? Мы думаем, что вполне, если не говорить о гидроизоляции деревянного пола в бане строго терминологически, потому что в последнем случае его надо покрывать рубероидом или мастиками. Кстати, да, такая практика существует, когда дерево покрывают, скажем, цементно-полимерной мастикой. Но стоит определиться, вы вообще для этого делали деревянный пол, чтобы его потом мастиками, цементно-полимерными покрывать? В общем, варианта два. Либо вы прощаетесь с деревянной фактурой пола, закрывая ее слоями мастики или любой другой гидроизоляции, либо дерево продолжает выглядеть деревом, но тогда его следует гидрофобизировать или антисептировать. Гидрофобизация делается составами, которые чаще всего выполнены на основе льняного или парафинового масла с добавлением пчелиного воска или без него. Также существуют силиконовые пропитки, которые можно использовать для древесины. Они бывают вообще для чего угодно, от камня до ткани. В общем, про гидрофобизацию дерева, про пропитку, читайте подробнее в статье о пропитках. Была у нас и статья, и ролики про пропитки для бани, ссылка в описании. А антисептирование – это другое направление борьбы за сохранность деревянного пола. Можно сделать его основным и единственным. Потому что полы сами по себе не гниют, даже если их постоянно мочить. Гниение происходит тогда, когда в древесине заводятся грибы. А вот антисептики, они их как раз убивают. Точнее, даже фунгициды, содержащиеся в антисептиках. Но имейте в виду, что универсальных антисептиков, которые способны убить все виды грибов, вызывающих порчу древесины, не существует. И что составы для самостоятельного нанесения глубоко не проникают. Поэтому эффективность их невелика, и нужно регулярно возобновлять покрытие. Читайте по ссылке, мы дадим ссылку в описании, про антисептики для бани. И, наверное, не помешает еще почитать про импрегнированную древесину, про глубокую пропитку антисептиками. Ссылочку тоже дадим в описании. В общем, лучше совмещать антисептики и гидрофабизаторы. Теперь давайте рассмотрим гидроизоляцию пола, деревянного пола в помывочной. Особенностью помывочной является то, что здесь больше воды льется на пол. Если у вас деревянные полы, и вы уже столкнулись с какими-то проблемами, связанными с их порчей от воды, то, возможно, вам захочется просто закрыть все плиткой, чтобы не менять полы подольше. В этом случае, вероятно, и годится вариант с гидроизоляцией полимер-цементом в несколько слоев, после чего на эту тонкую стяжку уже можно класть плитку. Иначе гидроизоляция деревянного пола в помывочной сводится к уже упоминавшимся гидрофабизаторам и антисептикам. Совет. Покрывать деревянные полы в бане можно и яхтным лаком, который совершенно не боится воды. Но его обычно боятся люди, которые считают, что могут подскользнуться на лаке мокрыми ногами. В этом случае стоит либо отказаться от лака с его гладкой поверхностью и использовать какую-нибудь финскую пропитку для пола, либо застилать проходы нескользящими ковриками. Теперь про гидроизоляцию деревянных полов в парилке. Главное отличие парилки от всех остальных помещений бани – это высокая температура. Поэтому там стараются использовать такие материалы, которые не будут источать вредные вещества при нагреве. Относится ли это к полу парилки? В принципе, да. На большей части парильного помещения пол будет довольно прохладным. Исключение составляет зона в непосредственной близости от печи. А если температура на полу низкая, то это открывает простор для использования и антисептиков, и различных составов для пола, которые сделают его нечувствительным к действию влаги. В общем, гидроизоляция пола в бане в парилке вполне сопоставима с тем, что применимо в моечной. Как сделать гидроизоляцию в каркасной бане и бани на сварях? Сказанное выше не исчерпывает всех вопросов, связанных с гидроизоляцией, но и полный охват этой темы вряд ли вообще возможен в рамках одной статьи. Рассмотрим еще пару вопросов, которые часто задают. Как сделать гидроизоляцию в пола в каркасной бане? Если вы делаете каркасную баню, про каркасную у нас, кстати, большой раздел есть на парилочке, так что заходите по ссылке, смотрите про каркасную баню, если это вам нужно. Так вот, если вы делаете каркасную баню с утеплителем из минеральной ваты, то велика вероятность, что ту же минеральную вату будете использовать и для утепления пола. А минвата отличается от экструдированного пенополистирола, о котором говорилось выше, тем, что требует защиты от попадания влаги. Тем, собственно, и не нравится. Вообще, в бане пенополистирол использовать не стоит, но если он в полу и под бетонной стяжкой, то совершенно пожаробезопасен. Но в каркасной бане полы часто делают на лагах и на сваях. Мы у себя на сайте в парилочке приводим ролик. В ролике показан вариант того, как можно зашить пол шиферными листами. Но это на ваш выбор. Мы же говорим о гидроизоляции пола в каркасной бане. Так вот, правильно делать слой, который в самом низу, из односторонней мембраны гидроизоляции, которая наружу из утеплителя будет выпускать водяные пары, а внутрь уже не впускать. А сверху утеплитель покрывается парозащитой, которая вообще ничего не пропускает. Ни пар, ни воду. Это два слоя гидроизоляции, предназначены исключительно для сохранности минеральной ваты. Дальше можно сделать, как в том ролике, перед тем, как класть плитку, покрыть черновой пол, в сущности, у него шифер заменил просто бетонную стяжку, мастичной гидроизоляцией для ванных комнат, после чего положить на мастику плитку. Почему мы здесь считаем использование мастики оправданным? Потому что ниже находится минвата. Как сделать гидроизоляцию пола в бане на сваях? Технология создания подшивного пола в бане на сваях не отличается от описанной выше, но можно варьировать использованные материалы. В частности, в нашей статье на парилочка.ком мы рекомендуем, приводим, посмотреть ролик, в котором вместо шифера и вместо бетонной стяжки использованы листы ОСП, ОСП, ориентировочной стружочной плиты, поверх которых, как клей, использовалась разогреваемая бетонная мастика, а клеились на нее листы оцинкованного железа. Пол над этим железом проливной. Мастика использовалась не только в качестве гидроизоляции, но еще и как материал, который не позволяет металлическим листам грохотать, когда на них будет литься вода. Если с обратной стороны железа нет пустот, оно ведет себя тихо. Вот вам вариант того, как делается гидроизоляция пола в бане на сваях. Понятно, что вариант не единственный, что тут каждый выбирает по вкусам и финансам. Пол может быть проливной и непроливной, с плиткой, без плитки. В принципе, голубой гидроизоляции из предыдущего ролика достаточно, чтобы сделать бетон или шифер водонепроницаемый настолько, что поверх и плитку можно не класть, а сделать проливной пол сверху, чтобы не стирать ногами мастику. Как видите, технологии в основе одни и те же, а возможность использовать различные материалы создают все многообразие вариантов, из которого можно выбрать приемлемый по цене и качеству на любой вкус. На этом мы будем заканчивать тему гидроизоляции пола в бане. Возможно, после гидроизоляции вас заинтересует вопрос, а чем покрасить пол в бане. Также порекомендуем нашу статью про гидроизоляцию стен в бане. И на эти статьи мы тоже даем ссылочки в описании. В заключении, не будем просить вас ставить лайки и подписываться. Если вы сочтете нужным, вы и так это сами сделаете. Мы приглашаем вас посмотреть в заключении этого ролика. Будут предложения посмотреть другие ролики. Приглашаем вас посмотреть эти ролики. Они могут быть тоже для вас полезными. Также приглашаем вас посмотреть ссылки в описании этого ролика. Они могут быть тоже для вас полезными. Если вы захотите найти наш сайт в интернете, набирайте в любом поисковике paril.com и свой вопрос, и поисковики вам помогут. На этом прощаемся. Всем желаем успехов и легкого пара. Продолжение следует...